Ваше блаженство, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Высокие представители государственной власти, дорогие отцы, матушки-ягумени, братья и сестры! 18 февраля Русская Православная Церковь чтит память Святого Феодосия, архиепископа Черниговского. 1 февраля 2020 года, в 11-ю годовщину интронизации, Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл сказал слово об архиерейском служении в Храме Христа Спасителя. Сложилась традиция каждый год в день интронизации Патриарха проводить соборные богослужения в Храме Христа Спасителя при значительном стечении народа молиться за Патриарха, молиться за Церковь. Может быть, кому-то со стороны может показаться, что это некое протокольное мероприятие, но лично я никогда не относился к годовщине своего Патриаршего служения, как к некой действительно протокольной дате. Потому что каждый год Патриаршего служения – это тот год, о котором можно написать огромный том, а может быть, несколько томов. И то, о чем я сказал, вовсе не свидетельствует лишь о какой-то работоспособности Патриарха. Это свидетельствует о огромной работе, которая проходит в нашей Церкви. Задача Патриарха заключалась и заключается в том, чтобы вдохновлять на такую работу, чтобы вместе с епископатом определять богословские, интеллектуальные пути развития Церкви, чтобы вместе с народом укреплять духовную жизнь и веру не только людей православных, но те, кто еще только идет к храму, спотыкаясь, оборачиваясь, будучи неуверенным в правильности выбранного пути. И, конечно, о тех, кто вообще не думает ни о Боге, ни о Церкви. О всех наших людях молитва Церкви горячая и непреклонная. Непреклонная в понимании того, что сила Божия, вмен в немощи человеческой совершаются, и из камней сих Бог способен соделать детей Авраама. И вот на протяжении этих десяти лет я неоднократно повторял эти дивные слова о камне, из которых Бог способен соделать детей Авраама. И сколько же таких примеров прошло через мои глаза, через мой разум и через мое сердце. Я вспоминаю то, что было 11 лет тому назад, во время моих посещений различных епархий и регионов России, как мало было еще духовенства, не было епископата, не было церквей. И когда по истечении определенного времени мне приходилось посещать те же самые места, и когда я видел новые храмы, молодых энергичных архиереев, такое же духовенство, то я понимал, что Господь реально преклонил к нам свою милость. И из камней сих созидает детей Авраама. Сегодня Церковь наша совершает огромный подвиг. Я не преувеличиваю, говоря о служении Церкви именно в таких категориях. Это подвиг. Подвиг, который несут наши иерархи. Подвиг, который несет духовенство и монашествующие. Но это замечательные труды и подвиги наших благочестивых мирян, на которых сегодня Церковь опирается так, как никогда может быть за всю историю 20-го и начала 21-го века. Другими словами, Церковь пришла в движение. Сами люди ставят перед собой вопросы, которых раньше не ставили. Ну, например, въезжают люди в какой-то район или микрорайон новостроек. Ну и, наверное, в первую очередь многие думают о комфорте, о коммуникациях, о том, что может принести человеку новое жилище. Но удивительно, в наше время, по крайней мере, в Москве, люди, которые въезжают в эти новые районы, буквально сразу же направляют патриарху просьбу «Постройте храм! Благословите строительство храма!» Наверное, это можно сравнить только с самыми процветающими временами нашей дореволюционной жизни, когда строительство поселка, городского района непременно сопровождалось строительством храмов. Я не могу сказать, что все идет очень гладко, что все идет очень просто, и что нам просто остается благодушевствовать. Совсем не так. Чем сильнее действие благодати, тем сильнее сопротивление. А сопротивление ведь откуда? Не от человека, от темной силы, но через человека. И поэтому, когда мы сталкиваемся с трудностями, с какими-то, казалось бы, неразрешимыми проблемами, мы должны, верующие люди, воспринимать это не только как частный случай столкновения каких-то человеческих или ведомственных интересов. Чаще всего под прикрытием этих интересов и человеческих конфликтов просматривается антологическое сопротивление Божьему присутствию в жизни народа там, где это присутствие было ослаблено. Ну а дух сей изгоняется только постом и молитвой. Поэтому никакими административными усилиями церковь наша не способна будет решать те задачи, которые перед ней стоят. Но только Духом Святым, опираясь на силу благодати Божией. А это значит, что решающим для решения наших проблем остается личная вера и благочестие. Благочестие наших христианских общин. Труд во славу Божию. И я призываю всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, трудиться, не покладая рук. Мы многое сделали, но, как не покажется это странным, мы в начале того пути, которое должно пройти нынешнее поколение православных людей, не останавливаясь, положив руки на плуг, по Слову Божию, не озираясь назад. Это укрепление жизни Церкви является не укреплением структуры, тем более, как это иногда говорят, церковно-бюрократической. Это означает укрепление Духа нашего народа, его веры, его нравственности, его благочестия, его чистоты, а именно чистые сердцем Бога и узрит. И еще раз хочу сказать, что наши стратегические цели – это не решение каких-то церковно-инфраструктурных задач, а это изменение к лучшему духовной жизни нашего народа, который уже сегодня значительно отличается от того, что было в прошлом, но который еще очень нуждается в духовном восторостании, дабы быть способными каждому из нас сопротивляться искушениям и вызовам той непростой эпохе, в которую Господь судил нам жить. Я еще и еще раз сердечно хотел бы поблагодарить наш епископат за его единомыслие, единодушие. Вот только что закончилась очередная сессия межсоборного присутствия. Буквально вчера, незадолго до вечерних празднов, мы в течение значительного времени, а это и представители епископата, и духовенства, мирян, монашествующих, мирян, мужчин и женщин, мы вместе работали на очень важным церковным документом. Нигде ни в одной церкви мира не проводится такой работы. Нигде епископат с духовенствами, с монашествующими, с мирянами, мужчинами, женщинами не обсуждают документы, которые, будучи принятыми на архиерейском соборе, станут основополагающими для жизни, деятельности нашей церкви. Если кто-то нас упрекает в некоем там застое и консерватизме, в том, что только одни епископы что-то решают, что народ не удел, мы всем им отвечаем той жизнью, которая у нас сейчас, но не специально отвечаем и не вступаем в полемику, а просто искренне радуемся тому, что значительный потенциал нашей церкви, присущий епископату и духовенству, и монашествующим, и мирянам, и мужчинам, и женщинам, и молодежи, весь этот потенциал сегодня работает для будущего нашей святой церкви. И опираясь на мудрость, соборную мудрость, мы и принимаем документы, которым надлежит играть руководящую роль в развитии церковной жизни в предстоящие годы. Прошло 11 лет, многое изменилось, но, говоря о переменах, я хотел бы сказать может быть о чем-то очень личном. Конечно, все вокруг меня переменилось, но позвольте мне сказать, что и я очень переменился. И то, что мне казалось простым, легким в начале моего патриаршего пусти, сегодня таковым не кажется. И что напротив казалось невероятно трудным, вдруг силой благодати Божией оказалось таким легким, что задаю вопрос, а где же ты тут в этом процессе? Потому что Господь ведет свою церковь, так что силой Святаго Духа мы преодолеваем все трудности, которые на нашем пути. И поэтому моя молитва в эту 11-ю годовщину патриаршего служения в первую очередь о церкви нашей, чтобы сохранял ее Господь в единстве, епископат, духовенство и народ, в единомыслии, чтобы народ наш укреплялся в вере православной, становился способным энергично противостоять тем явлениям века сего, которые несут угрозу для целостности человеческой личности, для сохранения нравственного и духовного начала в человеке. И верим, что Господь по молитвам всех вас, мои дорогие, по молитвам церкви, наипаче же по молитвам церкви торжествующей, то есть той, которая на небе, в которой святые угодники поможет и нам достойно продолжать наше жизненное странствие, наше паломничество к той самой цели, которая относится уже не к жизни земной, но к жизни будущего века. Аминь. Всех вас сердечно благодарю за участие в этом праздновании. Субтитры создавал DimaTorzok